Первые впечатления от турнира и от сегодняшнего матча? Ну, знаете, я уже говорил, что немножко сроки, но хотелось, чтобы они попозже были. Но в целом, в целом, я считаю, что вот то, что это и вроде неофициальный, и в то же время официальный турнир, и люди не на контрольные матчи настраивались, а на матчи за очки, да, за выход, какая-то цель была. В этом плане, я думаю, что даже в психологическом отношении ты подходишь серьезнее, и как пролог к сезону, может быть, он неплохой. А в целом, я просто доволен ребятами, потому что в целом команда малоопытная, да, вчерашние, в общем-то, вчера еще играли во втором дивизионе, и я думаю, даже в психологическом плане очень важно, что выиграли сегодня. Александр Лохлазов стал лучшим игроком турнира, лучшим бомбардиром турнира. Он у вас играл в «Шиннике», если я правильно помню, в «Колесоветов». Можно сказать, что это ваш игрок, ваш любимый игрок? Вы знаете, я вообще понимаю, что они все из дома оторваны, эмигрируют по стране. И они мне все любимые игроки, даже с кем я вчера познакомился. А Саша, он был такой парень непростой, да, характерный, и, в общем-то, сегодня он возмужал по-настоящему, да, и он, в общем-то, думаю, что-то упустил в своей футбольной карьере. И сегодня это основательный, профессиональный футболист, и надеюсь, что у него все-таки впереди еще премьер-лига. Я даже об этом с ним говорил. Естественно, я его очень ценю и как человека, и как игрока. И вы видели, в общем-то, он превратился в лидера. Был, ну, нападающий хороший, а сегодня это, в общем-то, состоявшийся футболист. Вы были участником и финалистом самого первого Кубка ФНЛ, а теперь вы победитель, наконец-то. Уместно спросить, попросить вас сравнить два турнира? Ну, во-первых, количество участников, да, и, может быть, тот турнир польготнее немножко был. Всего нужно было группу пройти, и ты, в общем-то, попадаешь в финал, да, это количество игр. И мне кажется, вот этот, и к тому турниру он первый был, и как-то, ну, мне казалось, что команды кто-то, ну, и сейчас не все, наверное, в полном объеме участвовали. Мне кажется, вот, организован он, вот, получше, покачественнее, да, вот сама, сама организация турнира и такой интерес, вот так. Ну, приходили, как-то не ощущалось, ощущения стадиона не было, ощущения площадки. А сейчас вот здесь, может, потому что здесь играли, ощущения есть стадиона, ощущения есть официальности турнира. Ну, и приятно, опять я говорю, приятно за ребят, потому что тот турнир мы, имея преимущество, проиграли, и команда была у меня тогда более опытная. А сегодня она все-таки только строится и имеет уже лицо, имеет и характер имеет, поэтому я рад за ребят очень. И традиционный вопрос тренирую команды-победителя по каждый год, уже четвертый год подряд. Что бы вы посоветовали или пожелали организаторам турнира для будущего Кубков НЛ? Я вообще, вот, как бы за вот такие турниры, да, предвестники старта сезона, да, потому что они нужны. Но мне, вот, если брать меня, мою команду, если бы чуть эти сроки подвинули несколько ближе к сезону, да, чтобы это был вот последний этап подготовки к сезону, тогда бы вообще все устраивало. Я думаю, руководители лиги и в целом организаторы турнира, они заботятся о том, чтобы было и командам комфортно, и все в плане. Единственное, подвинуть сроки. А так я очень благодарен всем, кто организовал турнир и кто нас здесь принял, поэтому спасибо огромное. Спасибо вам, еще раз с победой. Спасибо. Спасибо.